Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Еще такая необыкновенная беседа завязалась, потому что Александр пришел и говорит, «Вы знаете, Валерий, а я петь люблю, давайте споем дуэтом». Поэтому если вдруг там в процессе программы или в конце мы начнем петь, не пугайтесь, пятница, день космонавтики, сами все понимаете. Александр, насколько я знаю, значит, 25 апреля, это уже на следующей неделе, да? Хотела сказать, в 19.00, но совершенно правильно на самом деле. В Сити-классе у вас состоится 7 шагов, выход нового продукта на рынок, то есть мастер-класс. Да, будет мастер-класс, но хотел бы немножко про сам Сити-класс рассказать, где проходит мастер-класс. И по поводу пения, я заранее хотел извиниться перед слушателями. Если не вытерплю и запою, то, ну, жалобу, можете слать себе куда-нибудь. Ой, они же люди, они присылают, да, бывают риски даже в этом направлении. Итак, Сити-класс, как вообще у вас завязалось сотрудничество? Я искал наиболее профессиональную команду, которая продвигает спикеров и которая является тэвовательным к контенту. То есть команда, которая проверяет все и у которой есть возможность выходить на первых лиц и собирать мастер-классы. Вот мы первые тесты провели, пришло больше людей, чем было в аудитории. Пришлось потаскивать стулья из других аудиторий, отбирать их у других слушателей. Ну, это рабочий процесс, такой бывает. Вот, и они очень подкупают своим отношением, ну, и к лекторам, и к слушателям, и в том числе при отношении к благотворительности. Потому что один из первых вопросов, который мне задали в Сити-классе, был, могу ли я поехать в детские дома и выступить для них. Я не задумываюсь, сказал, естественно, да, и стало понятно, что это люди, ну, в общем, схожие со мной системы ценностей. Так, а там вы о чем выступали? Пока еще не выступили, вот только поедем. Готовите, да, какой-то материал? А вообще, вот я периодически выступаю не только перед взрослым аудиторией, хотя мы основные аудитории владельцы компании, первые лица, но я, может, крамольную сейчас вещь скажу, но зачастую, когда работаешь с детьми, хочется просто вывернуться наизнанку. И вот у меня недавно была поездка в Хантамансийск, в Сургут, в город Советский, Югорск, там приглашение правительству, и там была аудитория, то вот мы общаемся с бизнесменами, бизнес-сообществом в этих городах, то с ребятами, например, учащимися старших классов в колледже, школы и так далее. Стартаперы так называемые. Ну, я бы не сказал, что они стартаперы, обычно, ну, знаете, просто детей приглашают. Иногда это бывает для них немножко разнорядка, везде по-разному, но когда с ними общаешься, вот, несмотря на то, что мы справимся в профессиональной работе, в любой ситуации, но когда это дети, ты стараешься прямо вывернуться, потому что ты понимаешь, что вот сейчас есть реальная возможность что-то вложить. И, конечно, пришлось программу переделать прямо на ходу, и больше им рассказывать, например, про коммуникацию, про контроль собственных эмоций, про то, как договариваться с друзьями, с собой, с родителями. Вот, и поэтому прошло просто замечательно, несмотря на то, что там было, знаете, там по 4-5 часов выступления, по 2 выступления в день, то есть, по сути, там было бы порой по 10 часов практически нон-стоп. А потом звонят родителям, говорят, Александр, вы чему там научили наших детей? Мы их переспорить не можем, да? Звонят дети и говорят, почему вы учите родителей? Потому что на одном мастер-классе, где взрослые, то и родители, потом дети приходят. Нет, вы знаете, отзывы были сугубо положительные, и я очень старался перестроиться по ходу, чтобы рассказать им что-то полезное лично для них. И как и в бизнесе, так и у детей, к сожалению, одна из основных проблем – это коммуникация, умение выстраивать взаимоотношения с другими людьми. И вот как раз именно об этом мы говорили, и умение контролировать свои эмоции. Вот про эмоции, кстати, мы с вами подробнее потом поговорим, потому что у меня тоже… Когда я начну петь? Да-да-да, я расскажу вам о своих эмоциях, вы поделитесь своими, и, собственно говоря, придем к какому-то решению. Я хотела вам сказать, прозвучала такая фраза интересная, качественный контент, вот касаемо как раз-таки CD-класса, и это действительно так, потому что очень много приходят к нам бизнес-тренеры, профессионалы своего дела, и я восхищаюсь, потому что сейчас тренинги, но вот на других площадках, не будем называть никаких, ведут все, кому не лень. Вот действительно, человек был, я не знаю, вчерашним школьником, а теперь он говорит, я там профессионал, я вас научу как нужно. Вот вы в какой момент своей карьеры поняли, что вы можете людей учить? Ну, вы знаете, как-то пришел, будучи школьником, и сказал, я профессионально шучу. Как только появилось понимание, что есть определенная экспертиза, так получилось, у нас началось все с одного большого проекта, который мы делали, и где команда не справилась. То есть я туда лично хантил коммерческого директора из компании «Миллиардника». Мы сделали проект под ключ, когда я работал в инвестиционной сфере, и команда, к сожалению, не справилась. И не справилась она в том числе с продажами. И у меня был выбор сказать, либо я начальник вы дураки, либо пойти сделать самому, хотя они были профессионалами, то есть они говорили вполне логичные вещи, но у меня было чувство внутреннее, что они не правы. Так на чем же они споткнулись? Они споткнулись на том, что нужно было идти до конца, дожимать в сложных ситуациях. Ну, собственно, на чем, к сожалению, многие люди спотыкаются. И вот в этом процессе я прочел более 200 бизнес-книжек. Это был ужасный опыт. Я бы не рекомендовал, 90% из них — это вода. Читать их очень сложно, нудно, написано зачастую теоретиками. Зачастую они не адаптированы под российские реалии. Но по итогам, поскольку я считаю, что у меня в целом моя жизненная миссия — это передача знаний, как мне кажется, мне получилось успешно это оформить в некий академический, но не сухой академический, а, можно сказать, веселый академический контент. С песнями и с плясками. Да, мы общаемся с крупными компаниями. Естественно, не всех можно называть, но это первые компании в нефтяной отрасли, в интертеймент-бизнесе в том числе. Это компании медицинской отрасли. Это компании, которые связаны со всем, что охватывает производственную сферу, в том числе и с наиболее крупными российскими проектами. И вот, поработав с ними, мы получили очень-очень положительный фидбэк. После чего я стал работать, я эксперт высшей школы экономики, Центра корпоративного управления, автор материалов по MBA. Не рекомендую, Билан, вы это выдержите. Ты даже говоришь, у нас прямой эфир. Я знаю, это шутка. Ну, просто мы изучали, когда материалы по MBA, российская особенно, но это, конечно, был тяжелый опыт тоже. И кое-что у нас попросили переписать, мы это сделали. То есть являюсь еще автором материалов этих. Я хотела уточняющий вопрос задать по поводу того, что вы прочитали огромное количество книг, и в голове же каша, да, понимаете? Я периодически читаю умные книжки по психологии, сталкиваюсь с тем, что совершенно умные, адекватные люди, профессионалы своего дела, которые дают тренинги, они учат разным вещам. Разным вещам в бизнесе такое практикуется. Ну, конечно, российский бизнес вообще довольно хаотичен. То есть если вот сейчас кто-то из слушателей захочет сделать небольшой чек-лист, то начать можно со следующего. Есть ли у них в компании бизнес-план, и неформальная ли эта бумажка, входит ли в него финансовый план, пользуется ли они, или они им, помогает ли он, как у них вообще структурно ли работает, работает ли команда как команда, а не как куча разрозненных людей, которые интегруют, допротив друга. И вот такой чек-лист можно продолжать достаточно долго. И оказывается, что, к сожалению, многие российские компании напротив большинства пунктов поставят галочку, что, к сожалению, либо вот этого нету, либо это работает не так, как надо. А можно ли любой коллектив как-то наставить на путь с истиной? Или иногда приходишь и думаешь, лучше вот легче всех уволить вообще, вот просто вот так вот расчистить место и других людей поставить? Ну, я, может быть, может быть, не утратил некоторые наивности, но мы дожимаем процессы, связанные с людьми. Это очень важно. Я считаю, что здесь, если с человеком работать, то можно поработать с каждым и практически из любого коллектива сделать все-таки команду. Как это выглядит? Вот первое, что мы объясняем, когда приходим в компанию докрутить что-то руками, любой процесс, это взаимосвязь того, что человек каждый день делает, и его личностного развития. Потому что очень важно понимать, это сейчас небольшой лайфхак будет, что если человек выкладывается в любом процессе на 100% и больше, то он получает элевантный опыт, и только в этом случае. Если человек не выкладывается, делает что угодно спустя рукава, то, соответственно, его опыт будет неэлевантным, неправильным, и он получит какое-то количество когнитивных искажений, в том числе и в бизнесе, в управлении, во всем. Так, а если он выкладывается, но не получает желаемого поощрения, что не замечает его вот этой выкладки? Если человек выкладывается по-настоящему, то поощрение, как это сейчас не странно прозвучит, может доходить на второй план, потому что он получает большое количество личностного развития, по сути, чем бы он ни занимался. Вот, я думаю, очень много будет несогласных. Так, ребята, кто считает, что нужно вкалывать на 100%, но за это руководитель не должен поощрять, пишите 8909-928-189-10. Важно, чтобы руководитель правильно поощрял, потому что, к сожалению, обратных кейсов очень много. Так это тоже шутка, мы с вами подробнее об этом поговорим, это я пытаюсь на песню идти. Но, если серьезно, то vk.com.ru у нас там есть специальный пост, вы можете бы как-то вот привлечься, присоединиться. Выразить свое мнение о спикере, о котором говорят такие вещи в эфире. Ну, о спикере не надо, а вот на тему можно. Как у нас сегодня с вами весело, Александр. Лучшее в стране. И мы продолжаем разговор. Александр Городецкий стоит напротив меня и очень сильно хочет рассказать про свой мастер-класс, который пройдет в Сити-классе 25 апреля. Да, я причем настолько сильно хотел, что я рассказывал все это время, я думал, что я в эфире, оказалось, там песня играет. Нормально, так бывает. Но мне пообещали, что все равно мне дадут спеть, так что, да, приношу заранее свои извинения. А гармонь-то вы принесли, подождите? Без гармонии нельзя. Ну, хорошо, тогда спою Акапелла. Акапелла, ладно. Хорошо. Сначала про мастер-класс. Да, по поводу мастер-класса. Они очень интересно проходят с точки зрения того, что Сити-класс собирает бизнесменов, ну-ка, правда, владельцы бизнеса, первые лица. И мы будем говорить про бизнес-планирование. Бизнес-планирование звучит суховато для многих, но по факту, что мы делаем, например, мы учим делать сессию стратегического планирования для компаний в экспресс-формате. То есть берем кого-то из присутствующих. Но в большинстве случаев добровольно, но там уж как пойдет, и на базе его компании раскладываем SWOT-анализы. Он известен как свод. Из него выводим и стратегический, и тактический план. Это очень простой, очень клевый рабочий инструмент. Слушайте, ну, получается, это же огромный шанс, да, прийти вот, и тебе бизнес просто распланирует от нуля, да, полную. Безусловно. Прийти на мастер-класс в Сити-классе, особенно на мой, это просто гигантский шанс, который в жизни неважно, не нужно выпускать. И нельзя выпускать никогда. Так, а может ли человек, который, я не знаю, ну, нет у него бизнеса, но он очень мечтает или планирует. Обязательно. Может. Это очень важно, потому что большая часть бомбы замедленного действия в бизнесе, они закладываются еще на этапе создания. И, как правило, они всегда потом взрываются. Например, умение структурировать правильное взаимоотношение между партнерами. Это вообще классическая тема. Я ей там минутку уделю, да? Конечно. Вот две. Две, отлично. Значит, как правило, люди, вот там, несколько друзей, они собираются, или партнеров, давайте сделаем бизнес. Как-то вкладываются и работают. Классические примеры. Это, например, человек, который пробивает голос заказ или пробивает какой-то крупный заказ. Есть партнер, который занимается производством и партнер, который занимается, допустим, продажами. И вот работа первого из них – это тусить в ресторане с заказчиком и делать поток денег. Кажется, что легкая она как будто. Это очень тяжело тусить с заказчиком в ресторане. Невероятно. Я шучу, конечно. Ну, хотя смотрю, какой заказчик. И смотря, как тусить, понимаете? А двое других, они реально каждый день работают по графику. И доли равны. Вы понимаете, да? То есть первый может думать, что он сейчас переключит на других подрядчиков, и можно с своими партнерами расстаться, подобрать кого-то еще, к примеру. А трения всегда возникают, и такие мысли все возникают. А двое других думают, ну, он же почти ничего не делает, а мы тут пашем. И при этом, когда они работают, естественно, и происходят и проблемы, и косяки, и так далее. И возникает взаимная вот эта вот претензия. И в те годы, когда вот сейчас как кризис идет, да, деньги кончаются, эти претензии обостряются. Так, что делать? Что делать, чтобы так не было? Есть такая штука, как инвестиционный меморандум. Может звучать страшно, но на самом деле это может быть даже понятийная бумажка, где описано, вот очень важно сейчас послушать тем, кто с партнерами. Да, я тоже послушаю, да. И вам тоже очень важно. И вам, во-первых, указать, кто чем занимается, кто по каким вопросам имеет решающее право голоса, решающее право голоса, как делятся и когда деньги, и что происходит, если кто-то неправ. И очень важно добавить, а по каким критериям оценится эффективность работы каждого из членов команды? Вот как правило, такого, к сожалению, нет. Я вот хотела сказать, что у нас же вообще русский бизнес, он говорит, вот вы сейчас говорите, это какая-то такая зарубежная европейско-американская модель, русский бизнес, люди собираются и говорят, да ты же мне братан, и я тебе братан, давай мутить, да там договоримся, я тебя не обижу, и потом вот как-то вот обижают друг друга и не договариваются. И я перестаю быть братанами, что, по-моему, самый большой риск вот в этой истории, если деньги можно потерять, можно заработать, так периодически и происходит, а вот отношения, дружба и так далее, а их можно потерять один раз. Поэтому это самая большая цена, которую люди платят, и это происходит, ну не знаю, в 8 из 10 бизнесов, которые вообще мы наблюдаем. А мы можем сейчас взять какой-то удачный пример, не называя компанию, как вот вы пришли, я не знаю, как Бэтмен, и всех спасли, и всех помирили. Да, вот я приведу пример, мы делали проект инвестиционный, где инвестор, он являлся еще и таким ключевым членом, то есть играющий инвестор, смарт-деньги. И в какие-то моменты, поскольку он такой человек харизматичный, властный, он пытался немножко играть в этот проект, а у нас была бумажка подписана, что по определенным вопросам это решение принимаем именно мы. И два раза это просто спасло переговоры, потому что человек начинал немножко давить, мы, естественно, с уважением, и в нормальном коммуникативном ключе показывали, что мы вас любим уважаем. Лила, Даллас, Мультипасс, да. Но все-таки вот здесь мы договорились, что мы принимаем решение, и всегда этот человек соглашался. И это спасло несколько раз переговоры. И вообще по вопросу коммуникации, очень важно, например, то, что на мастер-классах, на тренингах спрашивают, то, что мы разбираем, это умение готовиться ко встречам. Большая часть людей не готовится, причем на самых топовых позициях. Ну, а как можно подготовиться ко встречам? Ой, это интересная тема. Значит, первое, что все умеют делать, как правило, это прописать темы, что будет обсуждаться. Второе, здесь уже требуется креатив, это прописать все возможные вопросы, сомнения, возражения, страхи другой стороны. Вот прям все, что придет в голову. Прямо работа юриста в суде практически. Нет, это работа коммуникатора, это очень важно делать. Сейчас объясню, почему. Следом прописываются ответы на эти вопросы, которые подкрепляются абсолютными доказательствами. Абсолютные доказательства, то, с чем сложно поспорить. Нет, принципиально можно поспорить. Земля круглая! С этим многие спорят. Сейчас есть теория плоской земли, купола. Опять началось, да? Да, конечно. Ну вот, ни на что нельзя опереться. Даже на землю. Простите, что перевивают так. Хорошо, значит, креативные варианты. У меня вот был личный пример, когда проект, к сожалению, мы там, ну, немножко облажались в этом проекте. Это было давно, конечно, и неправда, как вы понимаете. То есть гипотетически, как вы понимаете, верно. И звонит партнер и спрашивает. Ну и начинает задать вопросы. И понятно, что встреча будет конфликтная. На встречу ехать на следующий день. И я потратил три часа на то, чтобы прописать все возможные вопросы. Вот я проготовался полностью по этой системе. В результате, приехав на встречу, я, ну, продлил сроки по сорванному проекту и получил деньги еще на один. И самое главное, вот это невозмутимость и спокойствие, когда тебе, а это, 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 а ты спокойно, на этот счет у меня есть свое мнение. Ну, не всегда, конечно, прям невозмутимость и спокойствие. Но будем считать, что так оно и есть. Но, по крайней мере, если вы готовы, а ваш партнер по переговорам нет, то вы всегда будете выглядеть значительно лучше. И причем здесь еще фишка в том, что вы так подготовитесь 10, 15, 20 раз и поймете, что на однотипных встречах или даже на разных встречах большая часть вопросов, сомнений и так далее, они все идентичны. То есть 95% сопоставят, а вы уже готовы. И в этом случае, ну, это примерно как, получается, поединок боксера-профессионала с киберспортсменом-профессионалом, да? Ну, вы в роли боксера-профессионала. Хорошее сравнение, естественно, я его не поняла, но это ничего страшного, да? Просто я в боксе не сильно. Друзья, мы продолжаем общаться, вернемся с вам совсем скоро. Александр Городецкий, лектор-эксперт, стоит напротив меня и готов вот прям петь, плясать, вывернуть душу наизнанку, чтобы вот рассказать нам о том, что он умеет. Александр, у вас потрясающе получаются публичные выступления. Этому вот можно научиться как-то или это врожденное? Спасибо. Не, ну, конечно, нельзя, но шучу. Сейчас будет пара лайфхаков для аудитории. Часто спрашивают, потому что многие люди испытывают дискомфорт перед публично. Кстати, вы знаете, почему люди вообще боятся выступать публично? Я нет. Я, знаете, я как родилась, так и начала. А, ну, это точно, да. Зимка, я спрашиваю. Но эта биологическая история связана с тем, что мы как особи, нам тяжело быть вне социума. То есть мы можем не выжить. Допустим, если пришел к вам спикер на радио, да, он плохо выступил, вы его прогнали не только со студии, а из общества, из города, из народа. Вы сейчас так рассказали, к нам больше никто не придет. Нет, мы так не делаем, и все хорошо у нас. Ну, мне только что говорили, что если я плохо выступил. Значит, и понятно, что так, скорее всего, не произойдет, хотя зависит от выступления. Но в древности, да, если человек подвигался от строкизма, если он изгонялся из сообщества, выжить было очень тяжело. Потому что, допустим, голый спикер, там, в тайге, в минус 20, вряд ли долго проходя, зависит, конечно, от тех мастер-классов, которые он дает. И мы привыкли немножко бояться, бояться того, что у нас не одобрит общество общества. Поэтому тяжело выступать публично, потому что внутри цена риска, да, высока. Но на самом-то деле сейчас очень важно уметь выступать публично. И поскольку у нас время лимитировано, хотя про это я вам поговорю побольше, но пару лайфхаков я дам. Первый для публичных выступлений – это когда человек выступает перед аудиторией, важно найти того, кто хоть чуть-чуть симпатизирует. Если совсем аудитория негативная, никто не симпатизирует, так редко бывает, обычно кто-то улыбнется, да, обычно кто-то посмотрит, доброжелательно хотя бы. И вот можно вести диалог не со всей аудиторией, а с этим конкретным человеком. И да, очень плохо готовится, зачитывает по бумажке. Это вводит почти любого человека в ступор, так делать нельзя. И второе – это небольшой секрет. Небольшой секрет, что это такое, например, если мужчина выступает в строгом костюме, у него может быть во внутреннем кармане пиджака, допустим, мягкая игрушка, о которой никто не знает. Фляжечка. Не, не забудьте. Да, ну, я не сторонник такого рода подходов, сам не пью вообще. Мне кажется, что это хотя, может быть, зажигательно пройдет выступление. И потом на YouTube еще выложат, да. Давайте, игрушка мягкая для чего? Да, мягкая игрушка, потому что это такой абсурдный элемент, который влияет на психику. То есть вы об этом знаете, а люди об этом не знают. Или, допустим, у мужчины, ну, после, сейчас недавно было там 23 февраля, у всех мужчин после 23 февраля есть смешное нижнее белье, как правило, да. И когда человек выступает публично, шанс, что реально кто-то увидит у него нижнее белье, он зависит от степени, например, начиная фляжка. Начинатости брюк, да. От степени одобрения аудитории и так далее. Вот, но по факту, скорее всего, никто не увидит, в большинстве случаев. И Айдан – небольшой секрет, он абсурдный. И он создает внутри такую легкую свободу, потому что это забавно. И вот два лайфхака, они самые простые в исполнении. То есть посмеяться над собой надо где-то в глубине себя. Это вообще все полезно. А если говоришь о серьезных вещах, подача-то, она все равно должна быть авторитетная. И еще более важно посмеяться немножко над собой. А я, знаете, вспомнила, я ходила на какой-то тренинг, мне говорили, что публичное выступление, ну тоже вот я все-таки обращалась. Если вы боитесь, да, и вот прям теряетесь, прописывать не вариант, потому что не будет какой-то непосредственности, а волнение прям вот выбивает слова из головы, то нужно напряжение в какой-то, я не знаю, один орган перевести. Либо надеть обувь, которая мала, чтобы чувствовать эти пальцы. Либо вот прям руку сжать. И тогда вот это напряжение все здесь, а ты веселый такой тут. Вы знаете, по-моему, это немножко наигранная история. Да, это продавец обуви мне просто сказал, да, чтобы маленькие туфли продать. У него не было, да, вашего размера. Это многое объясняет. Да. Я бы, да, это не использовал, наверное, я бы старался наоборот раскрепоститься, потому что здесь важно именно еще внутреннюю работу почувствовать. Мы работали там с первыми лицами компании, которым нужно было выходить и общаться с прессой, и некоторые из них буквально плавились под камерой, плавились прямо. И им нужно было объяснить, в первую очередь, их собственную позицию. Когда они сами ее понимали, могли увеличить слова и свободно о ней говорить, то в какой-то момент этот барьер исчезал. Ой, знаете, еще какой интересный момент именно общения с журналистами. Там сейчас очень много скандальных роликов, когда первые лица там компании и так далее. Есть люди, которые выходят и очень вежливо общаются с журналистами, в ответ получают человеческое отношение. А есть люди, которые выходят и прямо вот как-то пренебрежительно, с оскорблением. Что сидит в голове вот такого человека, на что он рассчитывает? Ну, знаете, человек может ничего не сидеть в голове вообще, в плане того, что... Ну, не вообще в плане, а, допустим, он поссорился с кем-то, или у него сложная ситуация. Потому что журналисты, они тоже иногда бывают очень навязчивыми, и нужно прямо много самоконтроля иметь, чтобы относиться к ним по-доброму, потому что некоторые люди себя неправильно. Но бывают и люди, которые считают, что вот все журналисты — их враги. И они только и ждут, чтобы вытянуть что-то, за что-то зацепиться и так далее. И, к сожалению, порой некоторые журналисты так поступают, что формируют некое отношение к сообществу. Есть любые издания, скажем так, которые все знают. Есть, да, литра нацелена именно на это, да. Но это не повод, на мой взгляд, вести себя с человеком грубо, даже если он делает что-то не так. Тем более, что журналисты в основном — это девушки, в большинстве случаев, а девушки грубить, по-моему, совсем не хорошо. А еще, знаете, какой лайфхак многие люди уже используют, когда они дают интервью в таких вот скандальных интервью? Смотрите, я тоже начала обучать, возьмите меня, я тоже могу. Они, значит, выводят своего помощника, и помощник на телефон параллельно записывает то же самое интервью, чтобы слова не были вырваны из контекста. Это важно, это у нас во всю МИД практикуют и очень правильно они делают, потому что зачастую, действительно, наши, как выражается Владимир Владимирович, западные друзья и партнеры, они склонны к тому, чтобы все средства использовать, в том числе и фразы, выдранные из контекста. По поводу контроля над эмоциями. Вот сейчас идет такая эра, ну, в психологии понятно, что бизнес как бы с психологией очень тесно взаимосвязаны, что наоборот, эмоции, нужно как-то вот проявить человеку свои эмоции, от души ему что-то сказать такое сердечное, ну и также, как бы, если ты чем-то недоволен, проявить это. Где вот эта золотая середина, когда эмоции показать, но не так, чтобы люди бежали свыркая пятками? Ну, золотая середина, мне кажется, она заключается в самоощущении каждого человека. Если ему вот комфортно и подходит тот стиль поведения по-настоящему, не создает для него стресса, и желательно для окружающих, тоже на это вторично, по-моему, то это и правильный для него вариант. Вот, мне, я поскольку интроверт по натуре, мне, я вообще, мне сложно там публичные собрания, как ни странно. А я сейчас просто анализирую, интроверт, это же тот, который вообще в себя погружен. Да, я любил бы погружаться в себя. Значит, не правда. Нет, правда. Ну, нет, не правда. Ну, не стану же я перед микрофоном, вот здесь сказать, погружаться в себя и выбрать вам на эту тему. Не, на самом деле, действительно, я много смотрю в себя, я очень академичен, просто я стараюсь получать удовольствие. Это как раз именно формат контроля эмоций. Мой формат контроля эмоций, он отпустить себя и получить удовольствие на первое эфиро. От общения с вами и от прослушивания музыки. Ну, не всей, конечно, потому что я сам готов спеть. Лучшее в стране. Ах, какой у нас душевный сегодня разговор, причем содержательный, много нового узнаю и я, и все вы, я уверена в этом. Но что-то мы все вокруг и около, да? Это «Семь шагов». Это тренинг, который состоится 25 апреля в Сити-классе, да? И там, значит, подтема такая, вывод нового продукта на рынок. Я хочу про продукты послушать. Бывает про продукты, ну, не в смысле пищевые, но вообще. Хотя я люблю и про еду послушать. Бывают такие моменты, да, что вот продукт, ну, вот он как будто бы никому не нужен, понимаете? Вот как-то вот кажется сначала, что его невозможно продать. Каким уловкам можно прибегнуть, чтобы свершить успешный бизнес? Ну, проблематику вообще в точку просто определили. Но уловками я бы это не называл. Я бы называл это технологией. И не только потому, что мы облекаем одну и ту же суть в разную упаковку, а потому что это действительно не уловка. Что нужно сделать, чтобы это не было уловкой, а чтобы это с самого начала было как технология? Вот это очень важная история. Квинтэссенция тренинга заключается в том, чтобы научиться еще на ранних этапах закладки проекта, продукты, идеи подключить к нему заказчика таким образом, чтобы продукт делался именно под него, под конкретную целевую группу. Это супер важно. Большая часть компаний в России, к сожалению, работает совершенно по другой схеме. То есть у них есть идея продукта, они его воплощают, а потом уже идут, пытаются его кому-то продать. Это проигрышная схема. Мы недавно обсуждали кейс с одной компанией, которая на этом потеряла больше миллиарда рублей. Да вы что? Хотя для них это там не супер критичная сумма, но неприятно, да? А уж малый и средний бизнес сколько на этом теряет, не счесть. Мы написали большое количество регламентов для компаний, как делать правильно. А как же делать правильно? Как? Спросите меня вы. Конечно. А я отвечу. Потому что если вы меня спросите, я-то вам не скажу. А я отвечу, да. Значит, очень важно, когда только появилась идея, когда задан вектор, это пойти к своему главному клиенту, главной клиентской группе, и послушать, что они думают по этому поводу, что они скажут, как они хотят видеть этот продукт, в каком виде, за какую цену и так далее. Если предприниматель, начинающий, например, вот эту технологию осваивает, то, что он идет и умеет общаться с заказчиком, то тогда продукт формируется уже по-другому. Особенно если заказчик, он настолько хорошо умеет это все объяснить, что получает еще инвестиции. Я, поскольку лично видел больше двух тысяч инвестиционных презентаций, поработал в разных фондах, в том числе крупных инвестиционных, поучаствовал в инвестиционных комиссиях. Один из первых вопросов, которые задают на комиссии стартаперам, это «А как у вас со сбытом? Вы с клиентами уже общались?» И знаете, что отвечают 95%? Знаете. Интуитивно догадываюсь. Не общались, да? Да, к сожалению, нет. Смотрите, а вот клиенты, ну это понятно, люди, которые все-таки, ну немножко всеми ногами в бизнесе. А если все-таки речь идет о потребителе, да, то есть какой-то продукт, который вообще в массовой аудитории предлагается, там же все люди разные вообще. Вот есть очень интересный фактор. Вот как вы думаете, у Apple кто клиент? Кто клиент Apple? Магазины, которые продают. Какая полмонечка? Да? Обычно все спрашивают, показывают свои айфоны, говорят, вот это мы клиенты. Нет. Первый день, кто платит деньги Apple, это «Аптовик». «Аптовик» продает магазинам. Вы видели, какая я умная? Все видели? Вот просто на минуточку, да, продолжайте. Магазин продает клиенту. И чтобы бизнес шел, нужно, чтобы каждая из этих целевых групп, ее параметры целевые были удовлетворены. То есть продукт должен удовлетворять условиям каждой аудитории. А они могут совершенно не совпадать, потому что вам, например, нужно как можно круче и как можно дешевле, а «Аптовику» нужна маржа. Конфликт интересов. Слушайте, ну раз уж мы начали про этот бренд, да, тоже интересно услышать ваше мнение. Долгое время принципиально они нигде не давали рекламу, и во всех фильмах были использованы их гаджеты, и это была реклама, ну такая, лучше, чем за деньги, да? А сейчас почему-то, ну, наверное... Вы думаете, там бесплатно фильмы ставили эту рекламу? Я думала, да. А, окей. Я думала, да. Ну, по крайней мере, просто... На минар так и было. Я работала на одном телеканале, именно потому что, вот, допустим, не заказывалась эта реклама, можно было эти гаджеты показывать, потому что человек шел на принцип и их не рекламировал. А потом он взял и начал рекламировать. С чем это связано? С падением спроса именно вот конечной аудитории? Ну, в фильмах это же та же реклама. Сейчас, ну, вот, был модный тренд еще несколько лет назад, это все давать блогерам, проплачивать эти обзоры, вот. Но это работало до того момента, как люди думали, что блогеры делали это по-честному. Но потом выяснилось, что ведь они тоже кушать хотят. И оказалось, что за обзоры эти платят. Конечно. Теперь, в ближайшие годы, будет тренд на контент-маркетинг, когда сама компания выступает главным поставщиком информационных поводов о себе и о своей продукции. Вот, это то, что сейчас работает. Ну, информационный повод, поводу розни. Одно дело, когда вот компания Subaru, там, я не знаю, на Луну какой-то спутник запустила, он камешки там собирает, и все такие, вау, все хотят об этом знать. А другое дело, когда, вот, куда? Здесь, ну, вот, со многими компаниями, которые даже не начинали это делать, что ни сделает, какой информационный повод ИСА дает уже какие-то результаты. Потому что большая часть потребителей, она уже не хочет обращаться через посредника, она хочет смотреть напрямую и принимать решения. Вот это очень важно сейчас понять компаниям, которые занимаются маркетингом. Потому что контент-маркетинг сейчас один из наиболее будет хороших способов привлечения покупателей. Так, у нас с вами остается примерно минута. Я предлагаю вам сейчас, вот, как автору тренингов, пригласить всех на тренинг 25 апреля. И еще я смотрю, 28 мая кое-чего будет. Да. Прошу вас. Вот ваша камера. Значит, друзья, приходите послушать, разбирать будем бизнес-планирование. Вот, для всех, у кого есть свой бизнес, кто собирается начать, это очень важно. Потому что большая часть типичных ошибок людей, которые начинают бизнес или работают уже в бизнесе, причем иногда десятками лет, она будет разобрана и разобрана методологически. То есть мы дадим технологии, как надо делать, и обсудим, как не надо делать, например, реальных проектов и реальных кейсов. Ну, и теперь, когда у нас остается 30 секунд, что, петь-то будем? Ну, что, вы готовы? Ну, смотрите, у меня... Сейчас все выключат ваши пушки. Это, конечно, пока нас не выгнали, видите, можно спеть про Гагарина, можно спеть про жил-был на свете Антон Городецкий. Помните, их грянул гром напополам. Не помните? А давайте выйду ночью в поле с конем и венец. За 10 секунд там и такую большую песню. А выйду ночью в поле с конем. Аплодисменты Николая, нашему гостю. На ночь к тихой поле пойдем. Хотите научиться точно так же, приходите на мастер-класс Александра Городецкого. Человек, который талантлив во всем. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Лучшее в стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова